Вот ремонт идет, работа работала, но возникла небольшая проблема с вентиляцией, что-то мне не понравилось, как она работает. Мы посмотрим, как у нас вытяжка, она у нас включается, воздух идет по вентиляционной трубе, принимается туда в общем домовую вытяжку. В одном видео я видел, как четко у мужика работал обратный клапан. Для чего он нужен? Если мы включаем вытяжку, то у нас вытягивается все через вытяжку, обратный клапан закрывается. Если мы выключаем вытяжку, то у нас срабатывает обратный клапан и через него все автоматически начинает вытягиваться общедомовую вентиляцию. Хорошо, красиво, никаких ручных переключений. Вот, но возникла проблема. Сейчас я поставлю мой обратный клапан, ставим у себя. Вот он у нас, вот так должен закрываться. Включаю вентиляцию. Вот стоит вот в такое положение. Может закрыться, может открыться. Вентиляция очень как-то трепещет. Надо бы ему помочь, но все равно, да, сбивается. Что такое? Ручка стоит, о! Где у нас на единичке, да? Включаем на троечку, самый мощный везет. Вот здесь воздух выходит, а здесь входит. Он как бы циркулирует вокруг этого клапана. Входит, выходит. Клапан у нас не закрывается. Вон, видно, там трепещик, да? Вот так. Вот это, конечно. Что за проблема? Когда мы выключаем вентиляцию, естественно, клапан становится открытым. Он открывается, и его, как и положено, работает. А при работе вытяжки не закрывается. Меня смущает то видео, которое я видел, когда у мужика четко закрывался клапан. Попробую провести небольшой эксперимент. Берем две перчаточки, ну, хоть что-то. И закрываем просвет вон туда, в домовую вентиляцию. Ставим обратный клапан. Включаем нашу вытяжку. Оп! Четко закрылась в ней три перчаточки. Выключаем вентиляцию. Тёп-тёп. Вот упали клапаны, упали два нижних клапана, которые у нас стоят вот здесь, на вытяжке. А этот клапан открылся. Ну, не сильно открылся, да? Так, ему еще и перчатки мешают, он задевает их немножко, ладно? Я думаю, результат эксперимента сразу нам все открыл. Мы сузили просвет, у нас дымовая вытяжка стала меньше. Меньше и, соответственно, клапан четко закрывается. Проверяем еще раз. На малых оборотах. Все, давление в этой трубе упало и, соответственно, открывается у нас обратный клапан. Работает просто дымовая вытяжка. Убираем наши экспериментальные штучки. Закрываем. Теперь, как же нам объяснить сначала? Я колбасил вопрос по физике. Какие-то законы Бернуллий, потоки воздуха, снижение давления. И думал, поэтому открывается клапан. Да нифига подобно. Как все это работает? И почему у мужика четко закрывался клапан. Я думаю, с этим экспериментом мы все выясним. Вот у нас вентилятор. Он набивает воздух в трубу. Давление поднимается по трубе и подходит к этой развилочке. Дальше, как мы видим, у нас дымовая вентиляция. Давление должно закрывать клапан. Это происходит у того мужика в видео. И воздух должен уходить в домовую вентиляцию. У нас этого не происходит. Даже на третьей скорости этого не происходит. Почему? Да потому что нам что-то не дает поднять давление. А что? Это домовая вентиляция. Она работает настолько хорошо, что даже на третьей скорости вытяжка не справляется с таким понижением давления. Это значит, что когда работает вытяжка, у нас не только тянет из вытяжки, но еще и немножко подсасывает комнатного воздуха. Это значит, что по идее, обратный клапан здесь не нужен. Мы из зоны готовки, отсюда, из зоны готовки подводим воздух. Вот сюда локально. И он у нас тут же уходит в домовую вентиляцию. И через это отверстие тоже часть подсасывается воздух. Но поскольку мы знаем, что со временем домовая вентиляция все равно забьется, то обратный клапан, собственно, поставить нужно будет. Почему сейчас так хорошо работает домовая вентиляция? Просто недавно был капитальный ремонт в этом доме. И, очевидно, вентиляцию почистили. Вот и все. То есть, со временем, когда домовая вентиляция подзабьется немножко, то обратный клапан будет работать как и положено, четко закрываться. А пока, если он трепещет, то тоже ничего страшного. Единственное, нужно поставить сюда небольшой демпфер, чтобы вот это вот биение не было слышно.